Ребята, всем доброе-предоброе утро! Я сижу за компьютером, проверяю почту, переписываюсь с Ваней. Ваня уже учеба закончилась, ну пара закончилась, и он сейчас поехал в этот, в Барселону, в консульство или посольство. Правда, точно не знаю, вот, и он там, ему нужно отвезти документы по поводу паспорта. В общем, он занят делом, сидит, ждет в очереди, хотя он записан на 12 часов дня, а уже ждет где-то, сколько, минут 20 ждет, хотя уже его очередь. В общем, неважно, Ваня там занята, я сижу, я сегодня решила поспать подольше, вот, потому что у меня, в принципе, все дела сделаны, и я думаю, блин, чего вставать так рано, все равно делать нечем. И решила поспать завтра мне уже на учебу в первый день, вот, так что я немножечко даже переживаю. Ой, уже жду, жду, когда, что мы-то будем учить, как, что, зачем, почему, очень, правда, очень интересно. Вот, и в комментариях спрашивали, будут ли видео с этими тортиками, которые мы сделали, да, обязательно будут видео, я сейчас точно сказать не могу, когда они будут, но очень-очень-очень скоро и на семейной кухне выйдет рецепт, и на нашем свитхоме тоже выйдет рецепт, ну, то есть другой, то есть два тортика и, как бы, два разных рецепта. Ой, Ваня что-то написал. Угадайте, кто у нас пришел домой. Ваня пришел домой, и мы здесь кушаем, обедаем. Всем приятным аппетитом, я тоже все съела. Да, я уже поела. Мы здесь пили гаспачо, кушали, макароны вкусные, и смотрим фильм какой-то. Чпион. Чпион, вот. Так что вот такого-то у нас день. Стыто. Кто? Стыто. Угу. Что есть? Ой, я не могу его зовут. А померяйся ты там. Ясненько. Вкусно? Как дела? Мы не верим. Ну, нормально. Нормально? Ну, все, один часик там было. Мм, ясненько. Вот, Пусяонечка спит. Она бегала, бегала, она хотела, чтобы с ней кто-нибудь поиграл, а с ней никто не играл. Она сказала, ну, я вас в баню, я пошла спать. Да, Пусяка. Так вот, Пумочка у нас и спит. Красотка. Кто это у нас Пуму мучает? Хотя мучает Пума. Хотя мучает Пума. Йога челлендж? Да, мы с ней. Йогой занимаемся. Да, Пусяка. Понимаешь, что ты йогой? Я не занимаюсь. Там кто-то обещал сделать чай. Кто? Что-то никто его не делает. Я поставлю. Ложись. А так. А так. Скулит, скрихти. Ммм. Такой недовольный я кошка. Жизнь, смотри. Пума, посмотри на своей недовольной мордой в камеру. Ваня тут делает чай. Ваня делает чай. Ваня делает чай. Сейчас мы в ванне достанем лимон, потому что я хочу чай с лимоном. И достанем Кате тортик. Нет, Катя торт не хочет. Слушай, вчера во влоге я как-то так держала камеру, что у меня на одном кусочке... Вот тут вот закрыла. Я вот тут закрыла, да? Нет, тоже. Вот так закрыла. А вот так лучше, да, слышно? Там дырочки. Дырочки нет. А, внизу нету дырочки? Где мой лимон? Там где-то его оставило. Кстати, спасибо всем, кто проголосовал за нас. Ну, или за семейную кухню. Ну, кто вообще принял участие в голосовании? Да, огромное вам спасибо, но... Лидирует фисташка, вы представляете? В общем, можете представить? Все, мой чай готов. Так, надо же его разбавить, правильно? Правильно. Давайте будем разбавлять. Надо тортик доставить. Катя. Катя, а я Катя. Что? Тортик. Достать тебе тортик? Тебе. Нет, мне не надо. Ты будешь тортик. Нет, это тортик. Или все-таки скушать немножко. Смотрите, сколько у нас тортик. Розовый такой. Красиво. Ой, как я давно не пила чай с лимоном. Кстати, Ваня принес с университета. Так, Зая, что тут опять? Я знаю с университета. Папочки новые, которые вам дают бесплатно в универе. Там всякие блокнотики. Так, можно это распечатать? Я думаю, можно. Да, может, тебе зажать хочешь? Там мне кажется... Мне кажется, нам тоже дадут. Всякие штуки. Да? А? Нет, я не буду. Нет. Так, ну что тут у нас такие? Ну, вообще у нас во всех учебных заведениях дают папки всякие разные. Вот. Это у нас дневники такие. Ну, каждые два... Ну, третий год, а я, получается, учусь. Да. У нас всегда были неодинаковые папки. Вообще, в школах, когда ты учишься, каждый год дают разные. Но в дневнике дают одно и то же. Мы посмотрим, что мне дадут. Мне аж интересно, как у нас будет оформлено. Ну, вот такие вот обычные эти дневники. Просто как, знаете... Вот дневники. Ну, да, не... Как ежедневники, вот. Что? Просто это ты можешь не брать. На своему секретарию идешь и говоришь, дайте мне мою папку. Угу. Они тебе и выдают. То есть, если ты туда не исходишь, то тебе ничего не дашь. Угу. И там прям очередь стоили. Не все хотят папочки. Угу. Так, всякие бумажки непонятные. Всякая макулатура, куча всякая. Что-то еще. И вот так вот папочка выглядит. У нас с резиночками. Из толстого такого, этого картона. Тут всякое всячное. Пума тут как тут. Ладно, все. Давай. Вот мой чай. Так, как зеленее. Так. На, держи камеру, а то я как-то не это. Всем приятного чая пить. Так, опять я в эту середину. Не садись в эту середину. Все, мы будем смотреть. Ну что, мы с Ваней выбрались наконец-таки на улицу. Сейчас едем. Ты скажи, что у нас произошло. Ну, короче, покушали. Ну да, мы пообедали. Я уснул. Да. Пока мы смотрели фильм. Катя, в принципе, посмотрела весь. Да, мне понравился классный фильм. Ну, много пошловато. Ну, ничего, да. Ну, там совсем чуть-чуть. Там больше самоиронии в этом фильме. Ну, как бы... Ну, там много пошлых шуток. Все равно. Ну, американские. Обычно американские шутки. Типа, ой, я пукнул и обкакался. Ну, что-то вроде это. Ну, вообще, сам фильм интересный. Ну, короче, не суть это. Ну, ладно, я поспал. Вот так мы говорим. Катя говорит, нам нужно в магазин. Я говорю, ну, пошли, сейчас поспим немножко. И это. Вы представляете, он... Я уснула. Я теперь не знаю, что я буду делать ночью. Потому что я поспала. Мама, мы поспали мне около часа. Я даже могу сказать, сколько мы поспали. Мы в 6 условиях. Сейчас без 10, 8. То есть... Почти 2 часа поспали. Полтора часа мы поспали точно. Это не считая того, что я еще поспал. Сам, как он фильм смотрел. Короче, весело. Ну, то слово. Как ты решила взять яблок? Что-то... Ходишь? Ну, я не особо хочу. Ну, возьми, может... Ты что, на учебу возьмешь? Не, я не хочу. В бутерброде вкуснее на учебе. А? В бутерброде вкуснее на учебе. У меня от яблок очень выделяется аппетит сильный. Поэтому, как я с ними справлюсь? Бананы. Бананы? Да, но нет, это платаны. Платаны канарские, мы у тебя берем. Бананы. Ну, да, кстати, давно коктейльчик не делали, помнишь? Да. Бананом, молоком и орешком. Вкусно. Да, кстати, очень давно. Мы сегодня решили поесть креветок на ужин. Я думаю, вот это хватит. Вам килограмма хватит? Я не знаю, килограмма хватит. Ну, если что, хлеба поедем потом. Или на развес, просто есть точно такие же на развес. Можно взять полтора килограмма. Мы не лопнем с тобой? Ну, креветки, зая. Ну, потом мне скажешь. Сделаем пюрешечку. Ну, а как без пюрешечки? Этот, на развес. Смотрите, у нас тут украдается. Омарчики маленькие. Мороженое. Мороженое. Да, но есть и свежие. Ну, кстати, цена не очень сильно отличается. Еврик. А, Еврик отличается цена на 2 максимума. Слушай, ты когда-нибудь ел грибышки? Угу. Вот эти вот штучки кушал. Слушай, я никогда не ел. Я тоже не ел. Я хотелось бы попробовать. Ты так прямо здесь пробуй. Да, ну. Что, мы все закупили. Сейчас едем на кассу. Короче, купили и креветки. Купили всякую разную пиццу, чтобы у нас в холодильнике лежала. Вот, так что все, встали. Куда? Куда? Мы пойдем. Ну что, все. Мы расплатились. Собрали все пакеты. Выходим на улицу. А у нас уже темно. Вот так вот. Да, на улице минус пять. Ваня, в футболке. Ты же мой рыцарь. Катя повезла. То есть, поехала. Ты куда поехала? Только не сбей никого. Припарковала свою тачку? Да. Припарковала свою тачку? Да. Какая ты молодец. Давай. На камеру. Вся, теперь домой. Что-то тут как-то холодно. Потому что у нас фонари желтые. Поэтому я желтая. Купочка. Да. Походу, последнюю партию хлеба сейчас выпекают. Хотя... Ну да, перед закрытием. Ну да, перед закрытием. Свеженький купили. Наванчик у нас купил сегодня свеженький. В пекарне сегодня очень вкусный хлеб. Я видел один из вас комментарии, что почему мы не покупаем в супермаркете хлеба. Покупаем в пекарне. Ну? Так отреять? Ну, покупаем в пекарне, потому что он у нас не сохнет. Тот хлеб, который мы покупаем в супермаркете, он у нас на второй день становится сухой. Ну что, ну прям такой твердый. И кушать его уже не особо хочется. И мы попробовали, один раз купили в пекарне. Забыли хлеб. Ну, то есть это была, ну, случайность. Забыли убрать хлеб. Утром встали и трогаем хлеб. Он мягкий, такой же, как оно. Как мы его купили в первый раз. И как бы мы проэкспериментировали еще раз, еще раз. И поняли, что хлеб из пекарни у нас не сохнет. Хотя, ну, в нашем супермаркете пекут прям... Очень вкусный хлеб. Ну да, то есть как бы не то, что вкусный, он как бы помимо того, что он вкусный, вот там тоже выпекаем. Угу. Так что, вот так вот. Птица, нужно вставать и идти. Так, мы уже дома, по-моему, тут орет как. Так, давайте по-быстричку. Я знаю, что вам всем интересно, что мы покупаем. В общем, яйца, семечки с приправой, грибы, лук, салат. Кукурузу взяли, она уже готова, просто разогреть, все. А, это макароны килограмм, макароны килограмм, потом взяли оливковое масло, взяли сок апельсиновый, горошек для винегрета, вот эта вот фасоль тоже для винегрета. Красная фасоль. Да. Потом взяли огурчики для винегрета, взяли яблочки для винегрета. Для винегрета. А здесь взяли воду для утюга и помин горшок. Для винегрета. Все для винегрета. Семечки для винегрета. Второй пакет. Здесь у нас бананы. Для винегрета. Хочу сейчас кушать. Один, а спаржу зеленую, которую мы с вами обожаем. Для винегрета. Свекла для винегрета. Свекла. Тунец. Нет, для винегрета. Так, узко. Вот, еще один туня взяла, две сразу. Ничего ты психанула. Да потому что постоянно заканчиваем. Там взяли куриные ножки, будем готовить. Для винегрета. Да, наверное. Посмотрим. У нас очень вкусный будет винегрет. И креветки, которые мы сейчас будем кушать. С винегреетом. И взяли четыре пиццы. Точнее пять. Взяли две упаковки вот такая вот у нас. Просто они с томатом и сыром. Мы их потом с вами сами наполняем. Да. Всякую начинку делаем. Там винегретом. Да. Потом взяли вот такую вот с курицей, с кабачком и с сыром маскарпоне. Не пробуешь. Не пробуешь. Не пробуешь. Потом взяли вот такую вот с соусом, йогуртным соусом. Тут какое-то мясо, лук. Ну йогурт, они сметану называют йогуртом. И перец зеленый. И последнюю мою любимую взяли бекон, помидорки и здесь еще шесто. И сыр моцарелла. Да. Все, ребята. Все. На этом все. На этом все. Я сейчас буду записываться на практику. Уху. Какое время? А, еще полчаса есть. Да, еще полчаса. У нас уже готовы креветки. Ты уверена, что мы вдвоем это съедим? Полтора килограмма. Уже не уверена. Очень много креветок. Помню, можно креветки? Да, помню. Можно? Они не соленые? Нет. Нет? Ты соль не добавляла? Ну я в водичку добавляла соус. Ой, соль совсем немножко. Но ей можно. Да что ж ты так кричишь? Слушайте, сидела, мол... Сидела, молчала. Я только камеру включил, сразу врать начала. Ура! Кстати, сделала соус для креветок. Здесь майонез, кетчуп, укроп, чеснок и специи для морепродуктов. Ну все, будем сейчас кушать и смотреть интерно. Потом еще серия кухни можно посмотреть. Да. Всем приятного. О, Катя завтра презентация. Вы представляете. О, Катя завтра едет на учебу. Я возьму. Ты же там будешь снимать? Да. Я в воду поглядываю тоже. Хорошо. Ну что, ты наелась? Я наелась. Ну, конечно, так. Тихо скрипит. Давай, мы с тобой прогладили. Смотрите, оставили на завтрак. Думаем, что завтра. Завтра на завтрак перекуси. И по бутылке апельсинового сока. Не, больше мы выпили. Ну ты выпили. Ой, да ладно. Просто я им сделал приятную атмосферу. Кому? Желудки. Креветкам. Скажи вкусно. Вкусно. О, так наелись. Нельзя так есть. Да, нельзя. Но еще нужно вынести мусор, это все будет так вонять. Ну, завтра вынез. До завтра-то не завоняется сильно. Или завоняет. Надо надеяться. Сильно не завоняется. Ну что, ребят, мы теперь довольны, сыты. Будем монтировать влог. Так не хочется, хочется просто лечь, полежать, ничего не делать. Прям как после обеда, как у нас сегодня получилось. Может, это как-то будет весело. Пообедали, поспали, поужинали, поспали. Ой, не говори. Ну, мы же не спали. Ладно, ребятки, всем огромное спасибо за внимание. Надеемся, что у вас хорошо проходит неделя. У меня завтра презентация, у меня завтра первый день на учебе. Я обязательно возьму вас с собой. Вот, так что я переживаю. Ты же не переживала. Ну, не то, что я переживаю. Ну, не знаю, как это объяснить. Уже хочется пойти, посмотреть, что там, как там, кто, что, зачем, когда. Ладно, все, всем спокойной ночи и всем пока-пока. Смотри, вы видите. Смотри, вы видите. Смотри, вы видите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!